всем привет ребята вы на канале sober vision и наконец-то у меня руки добрались до новостного выпуска я думаю многие из вас ждали этого выпуска и проведем его уже в привычной манере я буду вам показывать свои колонии рассказывать какие у них сейчас дела будем ухаживать за ними увлажнять менять им поилки убирать мусор как вы уже наверное знаете большинство колоний я продал это связано с тем что у меня нет времени нет сил да и место тоже практически вообще уже не осталось я сейчас оставил себя 5 колоний и я покажу вам что это за колонии и вы наверное поймете какие колонии я продал просто перечислять я не буду продал я много колоний основное наверное то что колонию который я продал это огненные муравьи вот жалко конечно очень интересные муравьи мне хотелось их поддержать подольше но темпы темпы их развития очень большие и поэтому ну не могу я больше им давать пространство чтобы они росли а им это пространство нужно ну что давайте начнем наши новости из колонии мир микарий sp как вы видите эта колония заполнила уже обильно две камеры которые мы им представлять предоставляли вот маточка у нас сейчас находится вот в этой в первой к в первой камере но остальные муравьи как бы распроизведены более менее равномерно везде расплод в основном он на гипсовой части у них расплод лежит мусор достаточно много они накопили мусора как вы видите все камушки которые они могли отковырять от затирочной смеси они отковыряли и все уложили аккуратненько вот в этом углу сверху же здесь лежит мусор прилично так муравьев погибло ни разу я не этих муравьев не выбирал за время существования колонии ну и здесь я не знаю порядка двадцати наверно в принципе очень колония стабильно развивается всегда очень много расплода муравьи очень активные интересные за ними интересно наблюдать в плане кормления даже вот когда будем кормить сиропом посмотрите когда тараканы я вообще молчу это ну целое зрелище как они охотятся муравьи сейчас находится в скорлупе скорлупе и пытаются там слизывать тот засохший сироп который я им наливал недавно вот давайте сейчас сначала первым делом увлажним увлажняю я по 2 миллилитра в каждую камеру сейчас я наберу воду вот и сейчас каждую камеру нальем по 2 миллилитра так это раз и это два все мы увлажнили теперь можем их покормить вот я уже нас брал шприц сахар теперь я наливаю здесь видите практически один кубик сахара ну и теперь где-то до 4 до 5 я наберу воду и после этого все хорошо перемешаю и сможем их покормить еще немножко наберем воды наверное достаточно сейчас я его потрясу шприц перемешаю так ну вот ребята сахар у нас растворился и теперь добавляем сахар им скорлупу не сахар точнее а сироп сироп от муравьи уже активно на него начали набрасываться так ну что я так вот сверху стараюсь им наливать сиропчик вот первые два муравья начали пить часа не побегут сообщат остальной колонии о том что на арене есть еда мама пока сейчас уберем с вами мусор вот на такую вот бумажечку мусор я буду убирать не весь я буду убирать только остатки если здесь сейчас найду тараканов и вот эти вот трупики муравьев так давайте сейчас мы уберем пока сейчас остальные все члены колонии выходит покушать мы сейчас уберем эти трупики которые здесь у нас образовались цепляются что-то не совсем у нас ну да около где-то может 15 муравьев у нас погибло за это время ну я думаю это смерть была естественная уже от старости не думаю что какие-то другие факторы повлияли на эту смерть ребята особо крупный мусор я собрал полностью это не буду убирать песочек потому что мне кажется так смотрится даже еще более интересно получается такой неровный ландшафт поэтому здесь я по-любому этот пока оставлю песок весь который они соскребли вот видите что сейчас толпа активно высыпала я понимаю почему еще они вот здесь вот находится сиропа я налил настолько много что он немножко перелил через край и намок немножко вот здесь вот песок поэтому мир микария она здесь уже везде все облепила слизывает активно этот сироп первая камера вообще сейчас полностью ухта я зажал муравья первая камера вообще полностью нас очистилась от муравьев и основная часть уже он активно ползает по арене и пьет этот сироп так давайте сейчас еще поменяем им поилку с посмотрим сколько мне осталось у них воды вот но в принципе вот такие вот поилки я меняю где-то раз в две в три недели даже на раньше в две недели вот ну сейчас вот видите две недели назад последний раз я менял воду вода еще здесь немножко осталось сейчас мы эту этот в эту ватку берем отсюда вот и зальем сюда новую чистую воду воду я кстати лил не кипяченую а просто из фильтра воду очищенную уже давно нет не лью кипяченую воду не вижу в этом смысла никакого вроде все нормально пока так сейчас я вытащу ватку и залью сюда воду чистую кстати ватку я оставляю чаще всего новую но если я вижу что это ватка еще более-менее нормально можно даже старую ватку ставить ничего страшного в этом не будет вот единственное сейчас выгоним этот пузырек который образовался вот так вот чтобы у нас лишнюю воду сейчас сверху сольем и поставим эту поилочку им назад мне кажется самый удобный вариант поилочек вот такой вот обычный шприц обрезали там заплавили вот наливаем воду ваткой затыкаем все нормально муравьи пьют без проблем здесь сейчас видите все муравьи активно прильнули к песку который намок от сахарного сиропа и сейчас кроме этого еще до муравьи и на тарелочке тоже пьют сироп на скорлупе на этой вот ну ребята не будем им мешать пускай они спокойно пьют сахарный сироп а мы перейдем к следующим муравьям муравьи путь сахарный сироп а мы перейдем к следующим муравьям итак ребята следующий муравьи у нас на очереди это пробковые муравьи они себя прекрасно чувствуют в этом формикарии после зимовки у них появилось много личинок много яиц коконов и самое главное что из этих коконов у них начали появляться еще и солдаты кроме рабочих сейчас посмотрим ну я последний раз считал около пяти шести солдата у них уже было солдат у них один всегда находится в качестве живой двери это вот здесь вот он закрывать с той стороны входное отверстие остальные они используют как бочки запасают пищу у них очень большие брюшки так сейчас что мы наверно сразу сделаем раз я вам показал первый ракурс у нас идет это ракурс арены давайте сейчас сначала уберем этот мусор весь который у них находится на арене поилку я думаю менять у них не будем ребята посмотрите еще больше половины воды у них есть поэтому поилочку них оставляем и только соберем тех тараканов которых они тут раскидали вот кушают они чаще всего поздно вечером уже ночью когда выключается свет муравьи очень пугливые как только вы попробуете там немножко крышечку не пошевелить сразу муравьи затихаряться куда-то там спрячутся будут находиться без движения такая интересная особенность у этих муравьев вот поэтому сейчас видите что ни одного муравья нету если даже если даже есть какой-то муравей то скорее всего он где-то притаился давайте уберем вот этих всех тараканов которые остались после кормления вот видите что я каждый раз не убираю тараканов каждый день вот вроде бы пока клещей я не видел чтобы они как-то здесь появились достаточно сухо в этом формикарии вот увлажняю его по минимуму потому что в принципе этим муравьям большая влажность не нужна такая вот даже я нашел здесь одного умершего рабочего вот он здесь у нас оказался так сейчас мы все лишнее у них уберем весь мусор ну в принципе в дальнейшем можно будет сюда еще чего-нибудь этот верхний слой засыпать не знаю подумаю бы я делал его еще особо не заморачивался с декорациями там с какими-то с оформлением вот ну просто положил коряжку какие-то камушки и собрал пластиковое растение воткнул дальнейшем можно будет что-нибудь поинтереснее сделать мы прямо имеют на этой же арене ничего нового не изобретать новый формикарий для них потому что все переселения это лишний стресс для таких муравьев тем более этот формикарий им хватит очень надолго так вроде бы весь мусор мы убрали давайте сразу сейчас я сюда капну сахарный сироп и потом я уже буду вращать формикарий и вам показывать так сейчас немножко им капнем буквально три капли больше мне надо так смотрите начать из особенностей так как формикарий большой как принципе я уже вам и говорил что могут быть то что может быть то что муравьи будут мусорить камера как вот в этой камере не знаю вам вроде более менее видно вот здесь вот они устроили небольшую мусорку но как бы назвать то что они всю камеру загадили сложно потому что видите что совсем тут мало у них мусора отходов вот мы будем смотреть пока вроде плесень так не развивается это не плесень это именно их отходы будем наблюдать как все дальше будет вести этот формикарий вот но и здесь находится вот видите да основная часть колонии сейчас я попробую еще лампочку немножко вам повернуть потому что видно как я смотрю не очень хорошо сейчас одну секундочку так вот я думаю так видно вам намного лучше но не намного но лучше по крайней мере вот основная часть колонии находится постоянно вот в этом гнезде видно а может вам и не видно на вроде бы видно вот там даже есть появились недавно рабочие светлые еще вот видно что один солдат находится постоянно возле входной двери он это эту дверь затыкает это входное отверстие вот и остальные солдаты находятся в гнезде как я уже сказал выполняет функцию бочек вот что еще нового но видно что у них тут целый горы расплода колония хорошо развивается я думаю что к осени к следующей зимовке их уже будет около хотя бы 50 штук я на это надеюсь принципе колония медленно развивается и в этом тоже плюс этих муравьев что не надо каждый год вам для них сооружать новые формикарии а этого формикария чувствую что им хватит грубо говоря на всю жизнь но будем смотреть наблюдать камера увлажнения мне находится вот с этой стороны сбоку сейчас я сюда налью воду обычная наливаю около 5 миллилитров вот этого вполне хватает не видел на каких-то сигналов которые обозначали бы то что муравьям не хватает влажности вот прям сюда сейчас нальем 5 миллилитров по гипсу начала распространяться влага вот ну и соответственно что это влага дойдет и до наших муравьев муравьи спокойный я думаю что этих муравьев можно спокойно помещать вот какие-то такие флорариумы если делать для муравьев они там спокойно будут существовать единственное надо будет смотреть с влажностью слишком большая влажность для дерева может как-то отрицательно сказаться для дерева поэтому ну все надо будет тестировать смотреть опять же к теме про природные формикарии так ну ребята оставим эту колонии в покое потому что она кушает когда только полный покой тишина выключен свет когда муравьи начинают активно появляться на арене исследовать ее активно пить лимфу если мы даем насекомых но в этом случае они будут пить сироп так как мы их покормили сиропом а я предлагаю вам перейти к новым муравьям следующая колония за которым мы будем ухаживать кормить это колония капканчиков адантомахусы это последняя колония панирин которую мне осталось остальные все колонии панирин я продал что у них нового ребята но новое то что у меня пропал весь расплод сейчас вот нет ни коконов не личинок лежит одно только лицо которое совсем недавно появилась и пока я не знаю в чем причина потому что в принципе условия у меня не менялись единственное что мне поменялось это я добавил вот растения из аквариума которыми но были там не нужны я не знал куда их пристроить и решил немножко как бы украсить им арену с помощью этих растений не знаю они ли на это повлияли или нет я думаю что недельку я еще понаблюдаю за этой колонии если положение не улучшится то эти растения я отсюда выкину а так живой субстрат везде здесь живут колембулы макрички на которых они охотятся кроме этого каждый день я им даю либо знахаря либо мелких туркменских тараканов первая камера про которую вам рассказывал что они из нее вынесли весь субстрат я засыпал таким вот волокнистым субстратом чтобы они не смогли особо там ничего вытащить вот кроме этого сюда я увлажняю немножко меньше в эту камеру эту камеру я увлажняю немножко больше чтобы был какой-то градиент влажности они сами же выбирали где им лучше жить где им лучше хранить расплод но пока положительных двигов никаких нет в общем сейчас что мы будем делать поилочка у них там закапано в ней много воды поэтому поилку мы даже не будем трогать у них сейчас мы увлажним и положим им знахаря так первым делом давайте сами увлажним заполняю эту камеру я полностью вот и больше я сюда воды не лью а вот камеру основная сейчас которые живут все муравьи заполняю два раза первый раз я заполняю и полностью вот как только вода туда впитается мы нальем туда еще воды а пока сейчас покормим их знахарем знахаря кидаю на арене немножко его придавливаю чтобы он особо и сразу быстро не уполз в субстрат грунт не спрятался поэтому немножко я подавливаю и прямо произвольном порядке кидаю на арену они быстро находят затаскивает гнездо употребляют в пищу тот знахарь который мне нужен так и валяется на арене они потом его складывают на мусорку вот и этим знахарем уже начинают питаться колебалы макрички которых здесь пруд пруди их очень много здесь размножилось потому что я постоянно увлажняю арену там такая поддерживается влажность где-то под 90 процентов на мой взгляд много знахаря кидать не будем думаю сейчас еще парочку кинем личиночек и на этом закончим так и что я вижу на месте мусорки у этих муравьев есть по моему один погибший муравей что это может значить ну пока ничего такого сильно тревожного не значит но тем не менее один муравей погиб не знаю погиб он от старости или как какие-то другие причины я думаю вам фокус немножко не наводится у нас вот но вот он муравьишка который у нас погиб немножко он еще сами сами шевелит или нет уже нет уже ничего не шевелит вот ну забирать его не буду ребята оставлю его на арене на месте мусорки пускай питаются колембулы этим муравьем потому что в принципе они все быстро уничтожают даже те остатки муравьев извините тараканов которые остаются они очень быстро поедаются и больше суток они не хранятся на арене потому что очень много здесь и макричек они все это быстро съедают дело так сейчас добавляем еще немножко воды вот в эту камеру который находится основная масса колонии не буду наблюдать через недельку если у нас ситуация с ними не изменится также не будет у нас расплода не дай бог еще будут какие-то смерти так ну значит я буду убирать все растения которые я сюда поставил а поставил я их сюда просто в качестве декорации грубо говоря чтобы немножко украсть арену чтобы им было поинтереснее ползать парень и если это не подействует все убираем с вами и сюда добавим еще мог сфагнум потому что как писал антон сфагнум им нравится они его активно используют при построении своих домов поэтому добавим смог сфагнум сюда ну а пока все корм мы им положили личинок знахаря пускай они таскают этого знахаря и поставим колонию на место будем ухаживать за следующей колонией итак ребята добрались мы до колонии лазиус флаус я знаю что большинство моих подписчиков очень любит эту колонию ее невозможно не любить муравьи очень красивые желтые прикольные и наконец-то ребята это колония начала заполнять не только полностью заполнила всю камеру но и начала заполнять уже вот вторую камеру я думаю что в скором времени может быть к осени уже можно будет открывать им второй модуль наконец-то это время наступит очень колонии медленно развиваются это не у одного у меня колонии флаусов медленно развиваются это такая как бы тенденция у этих муравьев но муравьи спокойные красивые симпатичные поэтому за этим муравьями можно наблюдать постоянно они постоянно что-то делают не сидят в камерах особенно вот когда этой колонии стало уже немножко в этой колонии стало побольше муравьев видите что они уже активно ползают по всей арене постоянно находится в поилочке пьет находится вот в тарелке который в которой мы сейчас нальем сироп короче эти муравьи не перестают меня радовать несмотря на такое медленное развитие а с другой стороны здесь даже плюс что муравьи медленно развивается не надо будет им каждый год обновлять формикарий добавлять какие-то модулей переселять заселять подселять поэтому эта колония понравится тем кто любит неспешных симпатичных муравьев не требующих постоянного жилого пространства дополнительного так сейчас мы нальем им водички наливаю я по 2 миллилитров каждую камеру таких формикариев это формикарий каблучок обновленной версии называется каблук вот там в принципе отличается только тем что арена побольше сама сами модули не изменились изменились перемычки там более удобные так налили мы 2 миллилитра воды и сейчас мы нальем им сахарный сироп наливать надо аккуратно потому что муравьи мелкие частенько они тут тонут у меня но количество вновь появляющихся муравьев все-таки намного больше того количества муравьев которое погибает погибает может быть 1 2 закормления там может быть погибает вот но он периодически я вижу муравьев которые тонут так что у нас по мусору который у нас есть на арене мусор у нас есть в основном это туркменские тараканы не съеденный сейчас мы их пинцетиком аккуратненько уберем все остатки от туркменских тараканов которые у нас остались и здесь не так много в принципе муравьи имеют хороший аппетит это не только они сахарный сироп пьют так активно но и активно по едят они туркменских тараканов кидаем их придавленных потому что если гинуть даже такого маленького таракана живого не знаю что с ними будет лишний раз тресовать колонию чтобы он там забрался сюда здесь расход весь потоптал этого делать не будем поилка опять же смотрите до 2 недели назад я менял эту поилку наливал им воду очень удобно такие поилки использовать потому что они не требуют постоянного обновления в принципе ребята вот и весь уход за этой колонии собрали мусор налили сюда 2 мл воды капнули сахарного сиропа муравьи активно начали его пить вот прям целые такие дорожки муравьиные выстроили бегают туда-сюда за этим сиропом носят к остальной части колонии гора расплода матка себя хорошо чувствует в общем у этой колонии все идет нормально и надеюсь что к осени я уже смогу открыть им второй модуль уже прям не терпится открытием второй модуль но пока численность этого мне не дает сделать поэтому эту колонию оставляем в покое пускай спокойно едят и у нас осталось еще две колонии это филахи ну и осталась одна матка у меня ароматных муравьев но давайте по порядку сначала следующая колония который будем обслуживать о которой я вам немножко расскажу это будут филахи вот наконец перед вами и флагманская так сказать колония в моей сейчас коллекции это филахи компоната с филахи очень интересные кампы крупные агрессивные несмотря на то что недавно вышло видео релакс где они себя вели очень так спокойно пили сиропчик бегали чуть эту потихонечку все писали что какие неспокойные но далеко это не так ребята как-нибудь я постараюсь ближайшее время сделать для вас видео с кормлением этой колонии когда на арену высыпает такая огромная толпа муравьев все гоняют тараканов вот убегают солдаты постоянно но в общем все увидите своими глазами так сейчас что мы будем делать сейчас мы с вами нальем сироп уберем немножко на арене но опять же операцию пылесос я проводить не буду все вот этот песочек который они вынесли из камер я не буду сейчас запылесошивать уберу 10 небольшой мусор который остался пока я не вижу в этом смысла этот песок сейчас никак не мешает вот но увлажним колонию увлажним формикарий вот что еще сделаем и поменяем им поилочку добавим сюда воды так давайте сейчас сначала покормим нашу колонию вот у меня сиропик заготовленный так наливаем сюда сироп обычно я даже бывает наливаю разика 2 потому что муравьи быстро выпивают вот эту одну скорлупу от висташек и после этого требует еще поэтому возможно придется кормить их также сегодня два раза так пока они начали пить давайте сейчас уберем лишний мусор который у них есть на арене как сюда сейчас я с этой стороны подлезу вот это у нас остатки здесь от тараканов которые остались после кормлений но опять же остатков не так много потому что тараканами достаточно часто их кормлю видимо все съедается что нигде мусора больше вроде бы не ну или закапывается не знаю а вот часть от креветки видно вот они креветку которую они съели если вы видели у меня пост вконтакте то у этой колонии сейчас начали появляться красные яйца очень интересно это было посмотреть но сейчас посмотрим будет ли это видно или нет это я связываю с тем что я им скармливал тут три раза вот вишневые не вишневые они меняют креветка называется красный огонь вот они достаточно такие насыщены красные и после этого сначала я заметил что у личинок были красные брюшка потом сами были частичные личинки красный сейчас и начали появляться еще и красные яйца вот поэтому сейчас получится я вам покажу то что действительно яйца в этой колонии красный на мусор кстати был закапан здесь немножко потому что из из-за того что сверху был лежал песок не видно было этих остатков от тараканов достаточно до мирно спокойно посмотрите когда мы кормим сиропиком сидят не атакуют не бегают парень и не носится сломя голову не выбегают солдаты разъяренные вот поэтому в этом плане да когда компонутусов и меня были альбас парсус кормишь их сиропом они такую прыть ярость не не проявляют но как только на арене появляется чужак как только на арене появляется какой-то таракан кормовой объект живой то тут же муравьи из тихонь превращаются очень в агрессивных таких ребят так ну ладно туда попал вот кусочек таракана пускай там лежит потом они когда принесут опять все на мусорку я это тут уберу вот не буду я все полностью вылизывать тут все полностью убирать всю грязь уберу основное только мусор который мне сейчас попадется до закапывают они мусор в этот в песочек его не нашел ничего сейчас мы здесь вам раскопаем немножко все что вы так аккуратно складывали ребята ну ничего не поделаешь до мусора достаточно лежит спря закопа закопанного в песке спрятанного придется вам потом наводить здесь порядок на арене окно здесь уже у нас стоит кормушка поелочка с сиропом здесь уже сильно копошить я не буду достаточно здесь сбоку я сейчас уберу так и сейчас еще наполним поелочка думаю хватит убирать мусор крупный весь я убрал остальное пускай они прибираются потом еще беру вот тоже но еще здесь вода немножко осталось но воду я подбавлю все-таки так все ребята я набрал сюда дополнительно воды из единственное уберу этот пузырь чтобы ватка плавно сама уходила туда внутрь вот и на установим ее обратно сейчас на арену итак ребята вот мы видим заднюю часть формикария сразу видно распределение где хранят муравьи расплод во первых нижней части у нас находятся личинки так как гипс более влажный и я думаю что личинкам нужно больше влажность коконы уже в такой влажности не нуждаются и поэтому их хранят в деревянной вот основе так матка у нас находится внизу постоянно курсируют либо в этой камере либо в этой муравьев уже стало намного больше развиваются они такими приличными хорошими темпами так сейчас я вставлю думаю сюда покажу вам какие у них красные яйца в этой колонии потому что здесь сейчас тяжело что-то заметить вот и свет так сказать настроил я не самым удачным образом сейчас поэтому я вам обязательно вставлю видео этот момент который я уже принципе снял так сейчас мы увлажним эту колонию вот здесь у меня камера увлажнения она видите что здесь мне немножко не плотно получилось расстояние между гипсом и стеклом и поэтому сюда попадает вот песочек также сюда песок попал у нас но ничего страшного сейчас мы сюда около пяти миллилитров зальем воды и потом еще сбоку у меня еще одна камера для увлажнения тоже туда добавим воды плюс этих муравьев в том что они не нуждаются большой влажности но тем не менее увлажнять их надо так сейчас добавим сюда чтобы вам было видно получше вот так вот я сделаю вот добавим сюда мы пять миллилитров воды вот видно как гипс у нас начал намокать вот капелька пошла вниз сюда все пять миллилитров мы сюда залили вот видно как распределяется он у нас по акрилу муравьев небольшая паника увидели они что у них здесь изменилась влажность вода вот здесь у нас находится основная часть солдат которые используются как бочки колонии у них вот видно что брюшки набиты едой некоторые солдаты кстати почему-то никогда не напиваются полностью сиропом там не наедаются вот видно что некоторые у них солдаты постоянно как-то курсируют видимо как-то распределены у них обязанности кто является бочкой кто является охранником в колонии вот но еще буду наблюдать какие-то свои наблюдения вам рассказывать о каких-то своих наблюдениях так что мы сделали мы покормили увлажнили а еще сбоку сейчас переверну формикарий и покормим сбоку так вот у нас сбоку тут есть еще одна камера для увлажнения тоже она уже засыпана прилично песком который сюда попадает ну тем не менее это не мешает нам эту камеру увлажнять боковую давайте сюда тоже с миллилитров 5 еще зальем воды вот на этом ребята с этой колонии мы заканчиваем и переходим к единственной оставшейся матки компонатус ксянгбэн ну что ребята вот у меня осталась одна матка от ароматных муравьев сколько усилий было приложено вот ребята присылали мне и своих оставшихся муравьев но все эти усилия были зря потому что матка все-таки осталась одна расплод не развивался все постепенно рабочие погибли что только не делал и менял им инкубаторы и переселял их в земляной формикарий переселял их в гипсовый формикарий в общем что только не делал ничего не помогает кормление питание разные сиропы разные насекомые здесь в принципе я думаю что дело обстоит в самой матке но бывает такое что вот матки некоторые либо погибают как в тех же у тех же муравьев мессер структор ни с того ни с сего просто матка умирает условия не меняются вот в инкубаторах тоже матки погибают некоторые матки там как-то несутся не так ну в общем я думаю здесь проблема уже в самих муравьях они в тех условиях которых я пытался создать для этой колонии но одна матка она себя чувствует нормально яйца сейчас она уже не несет почему-то я ее кормлю продолжаю кормить надеется на что-то непонятно на что но в принципе надежд мало я думаю что эта матка не знаю сколько она проживет еще у меня вот но то что яйца у нее не развиваются это факт и вряд ли что случится какое-то чудо и ближайшее время там после моих кормлений сиропом насекомых что вдруг внезапно начнут у нее развиваться яйца появятся личинки там кокон и так далее но будем ребята наблюдать за ней продолжать надежд мало но тем не менее вот сиропик она пьет хорошо всегда и насекомых принципе тараканов тоже ест но каких-то изменений именно в развитии расплода пока не произошло вот такой сегодня получился новостной выпуск следующий новостной выпуск я сделаю про то как я ухаживаю за своим пауком и как обслуживаю аквариум расскажу последние новости с аквариумов из последние новости которые связаны с аквариумом действительно есть что рассказать и про паука и про аквариум очень много всего накопилось вот поэтому надеюсь что сегодняшний новостной выпуск вам понравился вы посмотрели все мои муравьиные колонии которые мне остались после конкретной продажи спасибо что посмотрели этот ролик не забывайте подписаться кто еще не подписан обязательно поставьте лайк и до новых встреч ребята всем пока пока а